МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! Мы в студии программы «Новости». С вами Ирина Зайцева. Сегодня в выпуске. Кап-ремонт в двух школах. Работы масштабные и под контролем администрации. Сретенский бал для учащихся православной гимназии. Традиция которой дорожат. Серпухов поддержал общую областную акцию. Стартует все. Спортивный праздник провели в парке. Безопасность жителей Большого Серпухова на дорогах и при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании. Провел его глава округа Сергей Никитенко. По традиции оперативное совещание началось с вручения наград. Сегодня Сергей Никитенко вручил благодарственные письма главы городского округа в связи Днем науки, который отмечался недавно в стране начальнику лаборатории клинических и специальных методов исследований Юлии Ивановой, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского центра токсикологии и гигиенической регламентации, биопрепаратов, филиала государственного научного центра Института иммунологии России Светлане Успенской, а также старшему научному сотруднику Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаилу Фурсову. После торжественной части перешли к обсуждению важных вопросов. Первое – безопасность участников дорожного движения и снижение количества аварий. О цифрах и конкретной профилактической работе доложил заместитель начальника отдела ГИБДД. Сотрудник подразделения госавтоинспекции проводит политические работы по сечению фактов нарушения при проездном периоде пешеходных переходов, а также при переходе проезжей части в неположенных местах. Однако составление административного материала – это крайняя мера воздействия на лиц, нарушающие правила дорожного движения. Гораздо эффективнее проводить предупредительную пропагандистскую работу, чем разбирать последствия дорожных транспортных происшествий. Вопрос газовой безопасности – еще одна тема оперативного еженедельного совещания. Взаимодействие между руководителями управляющих компаний, представителями МОСУБЛГАЗа специализированной организации инженерной технологии не налажено до сих пор, поэтому происходит отключение многоэтажек от голубого топлива. Вопрос газовой безопасности архиважный. Не имеем права допустить какие-то происшествия, но это достигается, наверное, в силу совместной работы, как МОСУБЛГАЗа, специализированной организации и управляющих компаний. По итогам Сергей Никитенко дал распоряжение провести по данному вопросу совещание, чтобы детально рассмотреть проблемные точки и выработать единый алгоритм взаимодействия всех структур, ответственных за газовую безопасность. Более 300 обращений жителей Большого Серпахова поступило за неделю в муниципальный центр управления регионом. Глава городского округа Сергей Никитенко вместе с представителями управляющих компаний, ГУСТО и комбината благоустройства проанализировал обращения и результаты работы ответственных подразделений. Участники совещания разобрали, насколько быстро и качественно принимаются меры по поступившим вопросам на портал Добродел через социальные сети в единую дежурно-диспетчерскую службу. На конкретных примерах. Так, в четвертом подъезде дома 16А по улице Дзержинского жители пожаловались на горы строительного мусора на лестнице и дыры в стенах. Управляющая компания меняет стояк водоснабжения. Убирать за собой не торопится. В три дня я сказал уже ответ дали о стране. Соответственно, если больше никаких проблем протечек не будет, стену заложим и восстановим окрасочный срок. Жалуются жители округа и на содержание дворовых и общественных территорий, дорог, есть вопрос социальной сферы и экологии. Особое внимание было уделено динамике обращений, скорости их отработки, алгоритму взаимодействия всех служб, задействованных в решении проблем. Я призываю вас выдерживать регламентные сроки, в том числе и по принятию заявок. Мы все обязаны работать и поделать результат. То, что ждут жители. Данный формат совещаний проводится на еженедельной основе и позволяет тщательно проанализировать каждое поступающее обращение. В 16-й школе и в 11-й сейчас ведутся работы по капитальному ремонту. Подрядчик выполняет демонтаж старых инженерных сетей. Моя коллега Инна Шейнина побывала в образовательных учреждениях и узнала, что уже сделано, что предстоит в ближайшее время. Для микрорайона Чернышевского школа номер 16 – это своего рода островок культуры. На базе учреждения работают кружки и секции. Здесь всегда кипит жизнь. Учатся и преподают тут целыми династиями. В школе уже 58 лет. Капитальный ремонт в учреждении проводится впервые. На сегодняшний день произведен полностью демонтаж третьего этажа и уже видим коммуникации, проложенные по электричеству, вставлены новые окна. Мы видим уже, как переоборудован автовый зал. Смотрим за всем. И нам приятно работать с этой компанией. Самое главное, мы видим по проекту этого капитального ремонта, как будет усовершенствовано и рабочее место учителя, как будут открыты новые лаборатории. И надеюсь, что все будет в круг. Ребята старшего и среднего звена учатся временно в Дашковской школе, а малыши в гимназии. Все с трепетом ждут возвращения в родные обновленные стены. Перемен будет много. Актовый зал перестанет делить площадь со столовой, а будет именно актовым залом. При кабинетах по специальным дисциплинам появятся лаборантские комнаты. Отремонтируют и кровлю школы. Строители обещают справиться с ремонтом быстро. В целом идет с опережением, но, кстати, идет по графику. Количество людей у нас работает 65 человек, в том числе 3 ИПР и одна из техники. У нас в перспективу актовый зал, идет завершение покладки. Первый этаж, мы завершаем демонтаж, будем заводить стены новые. И второй этаж. И также на третьем этаже мы материал завезли, будем устанавливать откосы, штукатурные работы вести. Все идет параллельно. К 1 августа в школу планируют начать завозить новую мебель. Продолжается ремонт и в 11-й школе. Здание 1971 года постройки. Ремонт такого масштаба здесь тоже впервые. Прошел месяц, с того момента, как мы покинули нашу школу. И мы сейчас учимся в 6-й школе, все наши дети обучаются в 6-й школе. И, конечно, за этот месяц очень много сделано строительными. Теперь мы видим, из чего построена была наша школа. На объекте работает более 30 строителей. Демонтажные работы практически завершены. В некоторых помещениях пришлось изрядно потрудиться, чтобы добраться до стен и перегородок. 3-4 слоя линолеума, соответственно, старый линолеум, 3-4-5 слоев старой краски. И, соответственно, в санузлах тоже самое было. Старая мехладская плитка, еще там некоторые слои, до 4 слоев подходила старой плитки. Ну, вот так строили раньше. Сейчас мы все это демонтировали. Соответственно, будет все новое, все красивое. Все работы также выполняются в соответствии с графиком. Учреждения должны быть готовы к возвращению учеников и педагогов к 1 сентября. Полезный завтрак за ленточку. В Едином центре поддержки военнослужащих и членов их семей изготовили еще более 200 пакетиков домашней каши быстрого приготовления. С сухофруктами, с сахаром, а главное – с витаминами и любовью. В Едином центре поддержки военнослужащих и членов их семей производство полезных завтраков налажено. Наш коллектив сначала собрал макулатуру. Мы ее сдали и на эти деньги приобрели уже предметы первой необходимости и продукты. И сегодня мы решили принять участие в изготовлении вкусных и полезных каш. К сотрудникам учебно-методического центра присоединились активисты профсоюзных организаций здравоохранения и государственных учреждений Серпухова. Помимо изготовления готовых завтраков, мы также проводим очень много мероприятий, мастер-классов, каких-то акций в Едином центре поддержки. Не только для бойцов, которые сейчас защищают нас, а также и для семей, для матерей, жены, детей, участников СВО. Мы всегда готовы оказать всестороннюю помощь. В Едином центре поддержки военнослужащих и членов их семей также проводят различные встречи, мастер-классы, акции. Участникам СВО собирают и передают подарки, гуманитарную помощь. Вот и в этот раз к активистам пришел в гости участник СВО. Зовут его Виктор, сейчас он в отпуске. Уже через несколько дней эти коробки с кашами военнослужащий повезет сослуживцам. Тепло родного дома, теперь в кашах, с витаминами, у нас, в наших котелках, так сказать. То, что делают все, это очень приятно, мне очень необходимо, но когда еще кладут дети письма, которые я ношу в специальном пакетике, который не промокает, и сидишь, считаешь, и понимаешь, что не твой ребенок, а он написал такое, он ждет, что вернутся все. Виктору также передали гуманитарную помощь от депутата городского совета Надежды Ереминой, учебно-методического центра и центра по профориентации трудоустройства молодежи. Это спортивные костюмы, продукты, предметы первой необходимости. В городском округе Серпка замечательный есть центр, центр поддержки тех, кто находится в СВО. И оставаться в стороне нельзя никому. И очень здорово, что и наш депутатский корпус принимает активное участие в этом. И жители, и молодежь, и специалисты даже наши, которые работают с молодежью, они никогда не остаются в стороне. Виктор по традиции оставил свою подпись на флаге Серпухова, позывной «Нестер». Напоминаем, что внести посильный вклад может каждый из нас. В Серпухове работают пункты приема гуманитарной помощи. Их адреса на экране. В преддверии Сретения Господня и Всемирного дня православной молодежи в Дворце Торжеств Центральный организовали Сретенский бал. Кстати, его проводят каждый год на протяжении 20 лет. Традиция, которой дрожат. Скромные взгляды, сдержанные манеры. Юноши в костюмах, девушки в бальных платьях. В зале Дворца Торжеств Центральный. Атмосфера танцевальных вечеров прошлых веков. К этому дню учащиеся православной гимназии и педагоги готовятся тщательно и заранее. Подготовка у нас проходит с ноября месяца. То есть, ноябрь, декабрь. У нас есть, во-первых, хореографический ансамбль, где мы не только русские народные классические танцы танцуем, но и бальные тоже. В этом учебном году нашей гимназии исполнилось 22 года. А вот балл в этом году ровно 20-й. Ребята разучивали танцы, знакомились с правилами светского этикета. Готовили костюмы, платья и продумывали прически. Полонет, подыгра, шепелуа, вальс, краковяк. Около 18 видов танцев в этом году демонстрируют три десятка пар. Они входят в кураж, начинают танцевать с такой душой, что я не могу этого передать. То, что у нас на репетиции – это одно, и что показывают они здесь – это совсем другое. Совсем другие дети становятся вообще. На 20-м Сретенском балу собралось более 60 воспитанников гимназии. В перерывах между танцами звучат вокальные и поэтические номера. Проводятся игры, мастер-классы. Каждый искренне увлечен и погружен в историческую эпоху. Гостей мероприятий приветствует начальник управления культуры городского округа серпухов Елена Котова и настоятельница владычного женского монастыря Игумения Алексея. Очень радостно, что наши учащиеся могут познакомиться с таким высоким культурным мероприятием, как бал. Дискотека из-за многих шоу. Бал только у нас. Радостно, что дети изучают бальный танц. Кому-то это будущее пригодится. Для кого-то будет часть, часть, время, повреждения. Сретенский бал – это возрождение православных традиций. Для мальчишек и девчонок переплетение истории и современности. Это очень волшебное событие для нас. В этом году нам удается танцевать не только танцы, которые были в том году, но и разучить что-то новое. Мы ощущаем себя не просто девочками, не просто ученицами, а как принцессами. Участники окунаются в чудесную сказочную атмосферу праздника, знакомятся с классической музыкой и традициями русской бальной культуры. И уже сегодня продумывают, каким будет бал в следующем году. Ученица гимназии Валерия Стурова стала победительницей фестиваля творческих талантов из новых регионов «Путь к мечте» номинации медиатворчества. Девушка год назад переехала в Серпухов из Донецка. За это время она нашла близких по духу людей, а также продолжила заниматься любимым хобби. Обо всем этом она рассказала моей коллеге Кристине Маслобойщиковой. Наша гимназическая семья дружная, многонациональная. Здесь, за одними партами, получают знания русские татары. Таджики и дагестанцы, армяне, азербайджанцы, многие другие. Я горжусь историей и традициями русского народа. Это кадры из ролика, который отправила на всероссийский конкурс Валерия Стурова, восьмиклассница Серпуховской гимназии. В нем девушка рассказывает, как жители многонациональной России любят и гордятся местом, где живут. Эта работа принесла Валерии первое место. Конкурс называется «Фестиваль творческих талантов из новых территорий. Путь к мечте» — это открытие дверей для одаренных подростков, детей. И мне посчастливилось стать победительницей этого, так скажем, фестиваля, конкурса. Я этому очень-очень рада. Я его делала к Дню народного единства. И да, опять же, по задумке все было, что вот каждый ребеночек, несмотря на свою национальность, рассказал на своем родном языке о том, как любит и ценит творчество, творение России. Фестиваль «Путь к мечте» — это возможность обеспечить юных талантов из новых регионов необходимой поддержкой опытных наставников, помочь им реализовать себя в российской творческой среде и набраться мастерства, чтобы в дальнейшем поступить в выбранное учебное заведение и осуществить свою мечту. Валерия живет в Серпухове только год. Приехала вместе с мамой из Донецка. Учится хорошо, планирует стать веб-дизайнером и параллельно снимать социальные ролики. Сейчас у Валерии есть помощники — ее друзья и одноклассники. Меня тут очень тепло. Приняли сразу в первый день. Я с очень многими ребятами сразу подружилась. Мне очень нравится здесь. Это, наверное, моя мечта была так учиться всегда, чтобы было столько друзей, иметь вообще столько людей, которые всегда готовы прийти на помощь и поддержать. В феврале Серпуховичка в числе трех финалистов со всей России поедет на торжественное награждение в Москву. Региональный чемпионат по ездовому спорту, прошедший в Дмитровском районе, принес студентам Губернского колледжа победу. Анна Смирнова приняла участие в соревнованиях категории биатлон. Ее задача уходила преодоление дистанции вместе с собакой и работа на четырех огневых рубежах. Высокая скорость преодоления дистанции, меткая стрельба, профессиональное взаимодействие с собакой позволили Серпуховичке занять второе место сразу в двух возрастных группах — взрослые и юниоры. По итогам соревнований Анна будет представлять СМС на чемпионате России по ездовому спорту. А Никита Борисов занял третье место. Он выпускник колледжа 2021 года. Двукратный чемпион Европы на всеармейских играх. В данный момент Никита служит по контракту в армии. Серпухов поддержал общеобластную акцию «Стартуют все», которая прошла почти в 70 парках Подмосковья. О том, как провели спортивный праздник у нас, смотрите в следующем сюжете. Вдох глубокий, руки шире. С веселой зарядки в парке имени Олега Степанова начинается спортивный праздник, а затем все строятся на старте эстафеты забега с ватрушками. Внимание! Стартуем! Ура, 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 ура! Юные серпуховичи и их родители с удовольствием активно проводят время на свежем воздухе. Мы вот увидели объявление в соцсетях, заинтересовались данным мероприятием, потому что такое необычное какое-то мероприятие, гонки с ватрушками. Решили попробовать приехать. С утра, конечно, сомневались, потому что мороз был, минус 20 градусов, но решили все-таки попробовать своей силой. Организаторы фестиваля «Спортивная школа Зубрёнок» и «Парки Серпухова» считают, морозная погода не повод забывать о здоровом образе жизни. Мы хотим донести до детей и до родителей ту простую идею, что физкультура продлевает жизнь, улучшает самочувствие, дарит здоровье. И даже зимний день с такой температурой он никогда не бредит. Собраться вместе и провести вот так вот спортивно, позитивно и по-доброму. Праздник удался. Гости парка участвовали в увлекательных мастер-классах и занимались скандинавской ходьбой. У нас нет преград ни погодных, ни временных. Конечно, лето более активное, но зимой мы не забываем о том, что мы должны двигаться, мы должны выходить на улицу, не только сидеть дома с горячим чаем. Поэтому еженедельно у нас есть мероприятие, которое мы проводим для всех категорий граждан. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, эстафеты, конкурсы и мастер-классы по зимним видам спорта в рамках акции «Стартуют все» посетили 17 тысяч жителей Подмосковья. Уже в ближайшие выходные парк имени Олега Степанова вновь станет площадкой для активных игр. 17 февраля здесь самый добрый семейный фестиваль «Тепло». Впереди много праздников. И это хорошая возможность сделать подарок близкому человеку. Ко дню всех влюбленных, Дню Защитника Отечества и 8 марта студия «Спасоль» предлагает подарочные сертификаты на любые услуги. Порадовать можно не только вторую половинку, но и коллег. В студии действуют уникальные корпоративные предложения. «Спасоль» – это флуатинг, массаж, косметология и не только. Подробности в сюжете моей коллеги Кристины Маслобойщиковой. Анна и Артем в студии «Спасоль» впервые по совету друзей. Анна сначала отправляется на массаж. Нервное напряжение, стрессы, бессонница, тревожность, усталость и натруженные мышцы – все эти проблемы легко решаются несколькими сеансами расслабляющего массажа. Мастер Виталий уверяет, клиент почувствует изменения уже после первой процедуры. Улучшится кровоток, клетки мозга насытятся кислородом и микроэлементами. В нашем салоне можно сделать несколько видов массажей. Они подбираются индивидуально по потребности клиента. Например, классический массаж направлен на расслабление мышц. Он показан абсолютно всем группам людей – и молодым, и пожилым, и с проблемами. То есть грыжа, протрузия – все это не является противопоказанием. Также есть антицеллюлитный массаж и лимфодренажный. Антицеллюлитный массаж направлен на снижение подкожного жира, а лимфодренажный – устранение отека и прогона лимфы. У Артема другой вид расслабления – сеанс флуатинга. Здесь, в специально оборудованной комнате, человек максимально изолируется от внешнего мира. В камеру не проникает ни звук, ни свет. Это разгружает зрительные и слуховые рецепторы и помогает достичь полного релакса. Флуаттерапия также подходит беременным женщинам. Это замечательная возможность полежать на животе. Флуатинг – это камера сенсорной депривации. Она помогает восстановить, омолодить наш организм путем магниевой соли. Я приглашаю вас в преддверии праздников для покупки подарочных сертификатов для ваших родных, близких, а также дорогих для вас людей. Для корпоративных клиентов у нас есть индивидуальные предложения. Мы вас ждем. Подарочный сертификат можно приобрести на любую услугу, в том числе и на моментальный загар. К праздникам это особенно актуально. Мгновенный эффект от процедуры и только натуральные компоненты. В студии «Спасоль» можно сделать лазерную эпиляцию и миостимуляция. Последняя активизирует определенные группы мышц, корректирует недостатки фигуры. И это еще не все. Для женщин и мужчин любого возраста проводятся безинъекционные процедуры, с помощью которых можно полностью очистить аргавевший слой кожи. В данный момент мы с Дарьей проводили процедуру безинъекционной мезотерапии. Что она дает? Для девушек, которые боятся, либо противники инъекционных процедур полностью заменяют их. То есть мы работаем по любой проблеме с лицом, будь то акне, постакне, либо это купероз, решается проблема с помощью сывороток. То есть вбивание в глубинные слои кожи без инъекций с помощью ультразвука. Дипломированный косметолог проводит полный анализ состояния кожи, определяет ее тип, чтобы подобрать правильный уход. Многие жители и гости Серпухова уже оценили услуги студии «Спасоль». Большой популярностью, конечно, пользуется флоатинг. Вот сегодня я пришел первый раз, сразу взял себе курс флоатинга и массажа. Все провели очень классно, замечательно. После флоатинга был уже максимально расслаблен, чувствовал полное восстановление мышц. В студии есть подарочные сертификаты на посещение полного комплекса процедур. Это отличный подарок на любой праздник. Он понравится как женщинам, так и мужчинам. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Будьте в курсе событий, следите за новостями. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова